я только с магазина снова кукбанк снова с вами готовить и не пришло и полгода сегодня я хочу приготовить мясо в духовке это я брала короче свинина это в общем вот такой вот кусень огромный я ходила вчера в магазин и хотела взять этот кусок вчера но вчера у меня было мало денег с собой это во-первых и во-вторых вот как раз хочу поговорить сегодня о продуктах о их ценах и вообще какие выгодно покупать какие не выгодно и какие мы можем покупать и какие не можем взяла себе как раз таки к мясу именно себе потому что парню нельзя морскую капусту господи морковку по-корейски я ее обожаю просто так бананы это стандартно взяла нашу лодку и парень попросил запечь именно просто яблоки так тоже буду запекать грибы в духовке и картошку 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 а зачем же я брала картошку что-то подзабыла вообще короче ладно ну на суп это понятно потому что я буду сегодня суп делать с фрикадельками как раз таки ну как всегда до хрена всего готовить а также я себе взяла сегодня пиво андрей на самом деле я буду это чуть позже да кстати я взяла к пиву рыбку еще таранку куда без таранки это будет попозже а сейчас я буду готовить потому что у меня осталось мало времени до прихода парня и нужно успеть чтобы потом просто не возиться как бы запахи вот эти все и все в таком духе короче let's go для фрикаделек я брала не я брала парень брал мясо индейки оно уже такое было в виде фрикаделек типа уже вроде бы как готовая но я знаю обычно еще во фрикадельки добавляют этот рис у меня есть сваренный рис и мне там посоветовали воды добавить в это все они в принципе и так мокрые но я еще наверное добавлю воды отдельно теперь мне нужно это все перемесить они тут уже такие какие-то как с чесночком приправленные вроде бы можно попробовать мясо да они уже тут именно с приправой совсем на свете рис не знаю я достала все фрикадельки потому что боюсь что они у нас пропадут так как я их уже они были заморожены я их разморозила поэтому в общем боюсь что будет беда с ними беда если что остальные пожарю фрикадельки будут это не фрикадельки а как это называются тоже не котлеты а блин как же они называются короче забыла я думаю вы поняли я добавила уже в индейку воды сейчас перемешаю и достала уже бульон который я сварила нужно его закипятить но у меня бульона половина в 5 литровой кастрюле и я добавлю кипяченой воды потому что бульон не хочется выбрасывать выливать слишком такой вот бульонистый суп нам не нужен тоже поэтому в принципе я убиваю двух зайцев так теперь нужно мне почистить лук и морковку а также натереть ее так мясо я пока в сторону отставлю мясо тоже нужно порезать давно еще как-то я снимала ролик о том как жить первое время в России допустим ну не то чтобы как так я никого не обучала я сказала свой опыт мы первое время когда сюда приехали у нас хоть и были деньги но мы не транжирили их мы наоборот экономили каждый раз получали зарплату мы могли бы ну свои какие-то сбережения накопления растранжирить не просто попусту а есть качественную хорошую еду одеваться в нормальные вещи но мы этого всего не делали потому что мы не знали что у нас будет дальше и мало ли как вообще дальше все обернется поэтому мы ну копили деньги так сказать не на что-то конкретное а просто чтобы про запас деньги у нас были и соответственно я обмолвилась тем что мы экономили также и на еде мы покупали сосиски по 100 рублей по 200 и мне тогда написали кучу комментариев на то что за 200 рублей можно мясо купить окей вот эти вот фрикадельки из индейки стоят 300 рублей это сейчас сейчас ну все чуть дешевле мне кажется чем тогда было потому что тогда мы приехали мясо килограмм мяса я точно помню говядина по-моему 500 рублей килограмм был а свинина что-то 400 вот так вот где-то так там 300 с чем-то 400 и соответственно курица ну сами понимаете это самый дешевый продукт но курицу мы брали ну тоже за редким исключением когда нам допустим там надоедали сосиски мы брали курицу но в основном мы брали какие-то сосиски варили их и так питались первое время какой-то не знаю месяц это точно потом мы постоянно меняли курицу сосиски и таким образом как бы у нас было какое-то разнообразие за счет этого но люди не понимающие люди думают они живут с родителями да у них все на мази как бы почему бы не купить себе шмат мяса да когда за тебя платят за коммунальные ну либо ты устроился здесь в плане того что у тебя здесь уже все свое есть тебе не нужно за съемное жилье платить как бы понимаете у кого какие условия у нас условий тогда вообще никаких не было не было ни своего жилья было жилье съемное соответственно сами понимаете мы экономили только для того что мы короче не знали допустим в этой квартире мы сейчас живем живем хозяин такой да 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 тут нужно будет новую квартиру снимать внезапно короче мы на новую квартиру чтобы нам ее снять вдруг внезапно оставляли вот этот вот задаток за первый месяц это было 15 тысяч на тот момент мы где-то вот около того и оставляли всегда эти деньги чтобы они у нас лежали для того чтобы вдруг если внезапно такая ситуация то мы ну как бы у нас все на мази мы можем спокойно съехать с этой квартиры у нас и деньги есть и на еду и за квартиру заплатить да может быть это и неправильно кому-то покажется но я не знаю мы жили именно так вот да хотелось первое время когда мы приехали сюда и туда сходить и туда сходить и везде побывать и тут же так ну круто после маленького города где мы жили после города конечно же Воронеж это вообще что-то ну как бы в принципе для нас это не что-то вау мы и в Донецке жили в таком же большом городе и в Мариуполе вот я родилась такой же большой город но сам факт того что ты просто давно уже как бы не был да в большом городе потому что в Донецк мы там ездили не каждый день допустим вообще как бы не ездили туда поэтому для нас это и было чем-то таким знаете вот ну круто круто большой город есть где погулять где провести время но мы нигде время не проводили мы никуда не ходили не потому что не с кем а потому что нужно было работать на документы я не к этому вела к тому что вот непонимание людей людей ввергло в шок то что я сказала про сосиски зачем есть бумагу когда можно купить мясо я вам скажу почему я вчера допустим не купила мясо вот этот вот кусок который я так очень хочу даже сейчас запечь и сожрать его потому что ну хочется мяса вот организм просит не беременная я не купила его потому что вот этот кусок стоит 300 рублей да это большой кусок довольно таки но нам этого куска вот запечь его в духовке хватит ну максимум на 2 дня это взять на тормозок это дома где-то что-то там покушать перекусить соответственно курицу ты берешь за 300 рублей в 2 раза больше потому что ну вот допустим вот такие вот кусочки куриные я забыла как она не голень называется бедро по-моему их по-моему 5 штук в пачке вот таких я могу взять 2-3 пачки вместо вот этого куска соответственно этого мяса куриного мне хватит на хрен знает сколько а сосисок на 300 рублей я могу взять вообще не знаю там обсыпаться в ванной ими и валяться как бы люди просто вот не углубившись не ну не побывав в этой шкуре как бы они думают что они умнее они думают что им виднее они думают что все такие тупые вокруг это вообще вот честно я когда читала раньше комментарии к тому ролику где я вот обмолвилась о сосисках причем это было просто в пример сказано они для обучения вот да идите питайтесь только сосисками там потому что по-другому вы не выживете ну как бы мы хотели подэкономить мы таким образом экономили ну как бы у каждого свои да там загоны какие-то ну не хотите не экономите никто никого вообще как бы не заставляет но сам факт того что вот даже вчера мне не хватило денег купить вот этот большой кусок мяса потому что ну я сопутствующие покупки делала и просто стоял выбор между этим или этим как бы дома есть мясо ну курица поэтому мы пока еще можем перебиться а этот кусок можно там завтра послезавтра купить ну просто очень сильно хотелось поэтому я взяла его на следующий день ну я думаю это только будет в пользу вот поэтому я и говорю что прежде чем что-либо советовать говорить нужно просто хотя бы проникнуться да к человеку как-то к его ситуации а так просто услышав где-то что ой 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 дураки ой ой даааааа вообще ужас так я подзабыла что мне нужно начистить картошку на суп так что вот такие вот дела продукты не знаю это сугубо такое знаете тоже личное кто-то привык покупать колбасу по 500 рублей, да, кто-то привык по тысяче даже покупать, и он о существовании сосисок даже вот просто не знает, он просто, ну, как бы, ну, слышал там когда-то где-то что-то, но мы же все разные, по-разному живем, когда-то кому-то приходилось, да, тоже из говна вылазить, и также люди питались каким-то говном, лишь бы только подэкономить, чтобы как-то, ну, что-то приобрести, где-то что-то как-то, жить лучше, да, приходится жертвовать, можно так сказать, своим здоровьем, но тут уж каждый выбирает свое, ну, просто вертеть у виска, допустим, потому что у вас это неприемлемо, мне кажется, это ошибочно вообще, я не потому говорю это, что я именно вот в такой ситуации побывала, а я никому никогда не скажу, что, вот, допустим, там кто-то скажет, да, мы там бедствовали одно время, там жрали вот то-то, 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 или никогда вообще не скажу, что вы дураки, что-ли, вот можно было пойти там купить то-то, то-то, то-то за эти же деньги, сколько вы тратили на вот это, на вот это и на вот это. Я никогда такого не скажу, потому что, ну, я побывала в такой же шкуре и нечего носить было, донашивала какие-то обноски свои и обувь была плохая и, понимаете, тут все, ну, так именно вот действительно субъективно есть люди, которые, как говорят, работают на унитаз, человек хочет, как барин, прийти домой, усесться, нажираться, чтобы у него все было в холодильнике, на столе, на празднике тут вообще, ему пофигу вообще, как он выглядит, ему главное набить свой желудок, и это не обязательно толстые люди, это есть и худые люди, но вот у них так заведено, их так воспитали родители, вот опять же, вот все идет от родителей, мы впитываем все наше родительское поведение, все, все вот к чему родители наши приучены, мы это все впитываем, можно так сказать, с материнским молоком, ну, как бы меня вот так вот, да, там жизнь воспитала, вот родители так воспитали, но в любом случае у каждого это воспитание свое, да, я здесь сейчас говорю не о поведении, а в общественных местах, вообще о том, как себя люди ведут с другими людьми, да, я сейчас говорю об воспитании в нас той же привычке, к которой привыкли наши родители, ну вот, к примеру, ваших родителей, воспитали их родители, то есть ваша бабушка с дедушкой, вот самое главное, что будет на столе, вот это залог успеха и достатка, вот все, ваши родители жили вот так, они, главное, что в холодильнике все есть, дома все есть и на столе все есть, почти в 90% люди впитывают все, что делают их родители, как они жили, вот этот семейный уклад, достаток какой-то, это все проецируется на детей, это все откладывается у детей в их головоках, головоках, господи, но суть не в этом, а в том, что сейчас продуктов, особенно здесь вот в России, обширное количество и вы можете покупать как дешевые, тоже качественные продукты, так и дорогие. На Украине, когда мы жили, какие-то, ну вот сосиски, колбасу, варенку, да, вот это самое было дешевое, здесь можно даже копченую колбасу, похожую на вот эту салями, хотя я не люблю салями, ну именно вот в классическом ее понимании, она сильно для меня соленая, я понимаю, что она такая должна быть, но я люблю такую в меру соленую, и, ну в общем, редко когда такая появляется, либо определенная какая-то марка, которая стоит тоже, ну так, прилично. Канину обожаю, ну как бы, все, что вкусно, и все я люблю. Ну и настало время фрикаделек, я уже несколько забросила, мне интересно, они случайно не развалятся, ну не расплывутся там в воде, я просто, ой, первый раз делаю. Ух, так, надо проверить теперь, какие они. Уху, челехоньки. Я не знаю вообще много ли нужно фрикаделек, но судя по всему, вот все у меня явно не влезет туда, ой, я даже не знаю, сколько я уже закинула туда, ну в общем, еще штуки три я, наверное, брошу, потому что боюсь, что будет слишком густой. Ну, фрикадельки можно как бы и так скушать, они просто в любом случае закончатся быстрее, чем суп, поэтому я думаю, если что, потом можно добавить будут фрикадельки. Хотя, не знаю, вообще делают так или не делают. Целая тарелка еще осталась, я не знаю, конечно, можно в принципе на потом оставить, заморозить это все, да? Ну ладно, заморозим, попробуем, я надеюсь, не пропадет. Так. Дело дошло до мяса, я все, в принципе, готовить не буду, я хочу его нарезать такими большими кусками, приправой обмазать его, блин, нужно чеснок почистить точно, и запечь в духовке, вот, все, что я хочу. Так что нужно теперь нарезать на большие такие добротные куски, такс, а то, как я выбираю, допустим, продукт, я лично смотрю и на цену, на то, что мне вообще нужно. Если, допустим, в магазине, конечно же, нет того, что мне нужно, но есть замена, и она дороже, то в любом случае я, конечно, куплю. Я не буду ходить 300 километров, обхаживать все магазины в поисках скидки на 10 рублей. Сейчас мы покупаем вообще, ну, как бы, все, что, можно сказать, нам хочется. Иногда мы себе в чем-то отказываем в силу того, если мы там на что-то собираем, конкретно там, допустим, не знаю, на компьютер, там еще там на что-нибудь, на телефон тот же. В целом мы, мне кажется, вообще питаемся нормально. Некоторые говорят, что питаться правильно – это дорого. Ну да, это дороже, чем ты пойдешь себе макарон купишь каких-нибудь, да, к ним кетчупа и, не знаю, неполезных каких-нибудь тех же сосисок. Есть всегда выбор, особенно здесь. Да, о том, о чем я говорила, на Украине нет такого выбора. Да, продуктов до хрена, но они все дорогие. В основном вот все, что хорошее, все стоит денег. Чтобы пойти что-то купить за дешево, ну, нет. А сейчас там вообще цены повысились. Я вообще не представляю, как там люди живут. Поэтому мы даже сюда, когда приехали, какое-то просто там мороженое воронежское, то же самое. Оно же стоит в три раза дешевле каких-нибудь там забугорных, либо других каких-то городов мороженое. Соответственно, и оно вкусное. Я вообще обожаю воронежское мясо. Фу, мясо, господи, мороженое. Режу мясо, блин, и разговариваю о мясе. Понимаете, то, что дешево, это еще не значит, что это невкусно. Поэтому, не знаю, люди, конечно, иногда из крайности в крайности. Знаете, так как я работала еще в магазине у нерусских, к нам, ну, часто захаживали люди. Не те, которые бедные, а как бы все любят халяву и скидку какую-то, правильно? Поэтому к нам даже захаживали и довольно-таки богатенькие люди. Просто, ну, вот что-то находили для себя. Может быть, это своего рода была экономия на чем-то у них. Ну, как бы каждому свое. Так, теперь я буду приправлять всякими штуками. У меня есть базилик и есть приправа для мяса. Это я недавно брала. Но я так совсем чуть-чуть и не все куски. Вот, два куска я себе посыплю приправой. А молодому человеку я сделаю просто с солью, даже без перца. Поэтому вот такие вот дела. Помню, мужчину пришел и долго со мной беседовал о том, какие сейчас продукты, как все плохо, как все вот очень ужасно вообще вот в России, прям вот вообще капец. Я, ну, стояла без вежливости слушала, как бы я не пошлю человека, правильно? Но я прозрела, когда мне человек, я вообще слышала об этом, но я прозрела, когда мне человек сказал, что курицу даже нельзя, говорит, есть. Я говорю, в смысле нельзя есть? Он, ну, это же все, типа, напичканы этими, там, всякой фигней. Типа нельзя. Какое мясо есть-то? Я говорю, курица самая дешевая, поэтому, ну, как бы, какая еще альтернатива есть? Нету ее. Он говорит, нет, ее можно есть, ну, как бы, ее нужно вываривать. И как он мне рассказывал потом свою технологию, вот это вот приготовление супа, либо просто сварить мясо куриное, да, чтобы покушать его. Я просто охренела, вот честно. Я знаю, многие здесь в России так делают. Суп, борщ, российский от украинского отличается. Очень сильно. Не потому, что технология приготовления, а потому, что люди вываривают мясо по тысячу раз, чтобы не было навара. Я лично люблю навар. Да, это все жирное и не очень полезное. Но, подождите, мы выросли на этом. Наши родители, блин, готовили все так же. И, ну, как бы, мы не умерли. Все окей. И раньше курица была тоже напичкана чем-то. Ну, как бы, я не знаю, вот честно. Для меня, конечно, не шок было то, что этот мужчина сказал. Но, сами понимаете, ну, как бы, я никого не хочу обидеть. Каждый готовит так, как его научили его же родители. Так, как он научился в своей семье. Так, как у них заведено было. Но у нас, допустим, на Украине так не делали. Так, супчик почти готов. И я лично, ну, не знаю, как бы, зачем вываривать мясо, ну, не знаю. Для меня это как-то непонятно немножко. Оно от этого лучше не станет. Оно просто невкусное станет, вот и все. Оно и так невкусное, когда его варишь. Ну, короче, каждому свое, конечно. Конечно, я лично люблю навар, вот как меня приучили родители. Люблю супчик, борщик с наваром. Он у нас, допустим, я варю и со свеклой, и с томатной пастой. Ну, именно с зажаркой. Я в сковородке делаю капусту, морковку, лук и прожариваю это все прям до запаха такого вкусного. И, соответственно, потом бахаю туда, не знаю, ложки две, наверное, томатной пасты. Чтобы прям борщ был такой томатный-томатный, понимаете? Так, я уже сделала мяско. У меня уже помыты грибы, которые я тоже туда же в противень отправлю. И картошку я помыла. Тоже запеку немного картошки. Все это вместе будет печься, но по мере готовности я буду доставать что-то, чтобы мясо продолжало дальше в общем готовиться. Я уже тут уселась пить пивком. Вы этого не слышали. Пью сок. Салфетки. И вы тоже всегда пользуетесь. Как бы есть мокрые, но не знаю, в общем, мне их ли не искать. Ах, она с икрой. Обожаю. Это тоже с икрой. Пахнет вкусно. Знаете, бывает иногда берешь таранку, а она вот пахнет вроде бы ничего, но на вкус она как вяленая. А я вот вяленую рыбу не очень люблю, а именно сухую я обожаю. У меня, кстати, папа был рыбаком за язвом. Домой приносил, как вы понимаете, да, хрена рыбы. Не тот рыбак, который на речку там или на озеро уехал. Мы возле моря жили. Соответственно, у нас было по несколько мешков улова. Судак. Красная рыба. Красная, конечно, реже, потому что ее то запрещали ловить, штрафовали, короче, за это. Ну, зависит от, как это называется, короче, мальков выпускали в море. И вот зависит от того, сколько мальков выжило. Если много выжило, значит, можно ловить. Как бы сезон открывается. А если мало, то... Ммм, вкусная таранка. Охренеть, я такую таранку давно уже не ела. В этот магазин, в котором я постоянно пиво беру, просто вот, ну, редко когда стали привозить такую вот хорошую таранку вкусную. То вяленая, то слишком соленая, как, не знаю, что. Как будто соль сплошную ешь, короче, невозможно. А-а-а-а! Наркоман! Алкаш! На самом деле, я просто вот девушка, которая воспитана... Ну, как бы это, конечно, тупо не прозвучало, но я выросла на этом. Вот, рыба и пиво. Это была, знаете, вот какая-то традиция нашей семьи. Папа рыбак. С папы рыба, а с мамы пиво. И, соответственно, вот садились наша семья, да. Моей маме там вообще надо было мало. Я, наверное, в неё пошла. Как бы мне тоже не особо много надо. Но суть не в этом, а в том, что, как бы, время так проводили. Мы, как бы, садились, да, за стол. Мы не бухали, прям там упивались. Ну, как бы, мои родители, пока я ещё была маленькая. А именно, вот я с ними тоже сидела, слушала, рыбку ела, как бы, пока ещё маленькая была. А потом стала подрастать. Я не знаю, папа узнал, что в лет 11, наверное, 12 я стала курить. А может, даже и раньше. Ну, как бы, это было всё сначала баловство. А конкретно я с 8 класса курить начала. Я не помню, сколько там лет в 11, в 8 классе. Короче, где-то так, наверное, вот 12-13 лет. Вот с того времени с папой уже проводила время. Соответственно, и двигателя ремонтировала. Много всего. У меня папа, это был вот мой наставник жизненный. Хотя мы с ним очень ссорились постоянно. Ну, в силу того, что папа хотел видеть во мне то, что он хотел видеть. А я вот, ну, не всегда была такой. По моим суждениям даже. Если я думала не так, как он, то всё, это у нас обязательно скандал был. Как бы, он не мог принять мою точку зрения, как мою точку зрения. Ему обязательно нужно было вот, да нет, ты не права. И вот многих, кстати, таких же замечаю в комментариях. Потому что люди не могут как-то согласиться с тем, что, ну, вот она думает так, окей. А я выскажу своё мнение. Но они всё равно, вот, они вроде бы и соглашаются с моим мнением. Ну, вот другие люди, да, которые там на канале смотрят мои ролики. Вроде бы и соглашаются с моим мнением. Ну, а вот прям пропагантируют своё мнение. Прям вот, ну, вот как будто другого не дано, понимаете. И меня иногда прям это как-то смешит. Ммм, она прям жирная, руки жирные. Всё, как я люблю. Прям рыба напомнила мне о детстве и о родителях. О, папе. Короче, это, конечно, круто. Я обожала, честно, вот это время проводить с папой. Он меня ещё, когда я маленькая была, там, 5-6 лет, когда мама оставляла его, меня на него, то он ходил с таким бутыльком. У него был специальный, не трёхлитровый бутыль, а именно как канистра такая, он её называл канистрой. Но это была канистра чисто для молока, для воды можно было использовать, для, ну, чего-то такого вот, переливающегося. И он использовал под пиво. Вообще ценитель пива. И вот он меня приучил к тому. Он даже не приучил к этому. Он мне показал, какое пиво действительно вкусное. Вот я лично тоже такой ценитель пива. Мы с парнем, если берём пиво, да, хорошее. Ну, или плохое, к примеру. Ну, как бы, это и так очевидно. Но смысл в том, что умею, как бы, ну, не знаю, мне вот папа мой привил свой вкус к пиву. Я не люблю кислое, я не люблю слишком сладкое, я не люблю горькое слишком. Я люблю с горчинкой такое, знаете, прям вот, чтобы прям вот пикантное такое, прям вот, пусть оно горчит, но чтобы прям, знаете, не сильно, когда у тебя прямо сжога потом от него, либо, ну, неприятно, оно горчит. Но вот я люблю такое нормальное пиво. Не знаю, вот это оно какое-то такое. Во-первых, мутное. Во-вторых, оно тоже вот с горчинкой такое. Ну, женщины не все любят такое пиво. Я лично люблю. Я обожаю вообще рыбу. Без ногтя вообще, он отрастает, конечно, но чем дальше, тем больше мне хочется им уже воспользоваться, а все еще нет никак. Поэтому немножко как-то себя чувствую, не очень в некоторые моменты. Не мешало бы вообще проверить еду. Кому же все, что-то, что-то там происходит. Ой, запахло! Добавлю еще, раз место освободилось. Воды, конечно, много, можно было масла вообще не добавлять, но я боялась, что начнет пригорать мясо. Наверное, взять, перевернуть. Запахи уже лично приятные, вкусные. Смогу ли сдержать себя, чтобы не сожрать кусок мяса? Я вот, ну не поверите, вот бывает такое вот, живешь себе, живешь, 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 думаешь, блин, хочу кусень мяса именно вот такой прям говядины какой-нибудь, свинины. Я, кстати, больше люблю говядину, чем свинину и курицу. Особенно вот когда шашлык делаешь, и именно чтобы он из говядины был, он самый-самый вкусный. С вином, с приправой. О, я прям обожаю. Короче, у нас каждый кукбан, это какой-то вообще, короче, постоянно только и говорю про жрачку, жрачку и жрачку. Тут уж ничего не сделаешь. Все мы едим, все мы это дело любим. Я знаю людей даже, ценителей, которые прям вот любят что-то такое ваять, дома готовить. Я не из тех людей. Бывает у меня такое, но очень редко. Стандартные блюда, как бы это, ну, это само собой разумеется, а что-то вот именно такое, но нет. Прям не поверите, я сижу и смакую каждый кусок этой рыбы, как бы это убого не смотрелось для кого-то, но редко вообще. В России, ну, не во всей, вот в Воронеже, окей, в Ступино у сестры была, у них вообще тарань не продают, нигде. как бы там, где даже написано, что это тарань, это не тарань, а вобла, блин, обычная. Я различаю рыбу, чё, чё есть чё. Ела разную рыбу, всякую разную, кроме дельфина, акулы, ну, и всяких таких, наверное, которые там какие-нибудь вымирающие, которые в океане водятся, а не в море. Вот всякие такие я не ела. А что остальное я ела, даже речную рыбу ела. Речная мне не очень нравится, кстати. Из речной я не ела, знаете, кого? Сома не ела. Вот. Мне интересно, какой он на вкус. Хотя, может, нет, я ела, но только в сухом виде, вот для пива покупала. А именно вот такую, ну, жареную, пареную я... Я просто брала нарезанные такие вот кусочки мяса, как бы написано было сом. Туда можно положить всё, что угодно, правильно? Вообще, я фанат рыбы, в любом её проявлении. Грибов, тоже в любом виде. Мясо. Вот, допустим, говядину. Я её могу в любом виде. Жареную, пареную, балык, в любом виде я её приму. Вечерочек, вечерок. Нет, я не пьяная, боже, я пью уже второй стакан. Мне кажется, от этого опьянеть просто невозможно. Даже на голодный желудок. Хотя, всякий организм бывает, правильно? Как я мечтала об этой рыбе, это просто вот не передать. Я до этого заходила в магазин, брала в магазине. Такая, знаете, есть уже спрессованная, ну, рыба. По несколько штук они лежат, такие в вакууме, спрессованные. Либо уже почищенная есть, либо какая-то нарезанная есть кусками. Всякую разную покупала. Честно, меня просто убивает рыба в супермаркетах. Кроме вот этих анчоусов, кальмаров, что там ещё можно брать? Всякие полосатики вот эти. И то они бывают такие, знаете, попадаются ржавые какие-нибудь либо слишком солёные, тоже не очень вкусные. А так вообще ничего нельзя брать, кроме вот опять же анчоусы. И то они бывают тоже солёные, прям попадаются. Нужно выборочно смотреть так, присматриваться к пачке, к самим анчоусам. Подходите ли вы мне или нет? Кому интересно посмотреть на меня на пьяную? Вы этого не увидите. Вот уже, ну, как я говорю, в душе тепло становится, когда, знаете, алкоголь распространяется по крови. Сразу так жарковато становится, щечки румяные такие. Чтобы пьяная, прям это нет. Хотя я на голодный желудок, я с больницы пришла, вот, зашла в магазин, домой готовить кушать и, соответственно, после готовки пивко. Да, можно было покушать, но потом бы пиво мне не влезло, поэтому приходится выбирать. Ой, нелегкий же выбор! Буду я тут развлекаться сама с собой. Я вообще сейчас сериал смотрю, не буду говорить название, обязательно вам посоветую, сериал очень запутанный, ну, серии, по крайней мере. Я просто сейчас сижу так йогсель-могсель, что вы там понатворили-то без меня? Я буду смотреть сериал, продолжать пить сок с рыбкой, еще одну сто процентов съем, вот, с икрой которой. И когда уже все доготовится, суп уже готов, но надо дождаться всего остального, то, что в духовке, и потом вам похвастаюсь, что у меня получилось и как у меня получилось. Обязательно попробую мясо, и как раз вам скажу, вкусно или нет. Хотя можно и соврать, как бы, но я не вру никогда. Не получилось у меня, я вам говорю об этом всегда. Получилось тоже об этом говорю. Ну, как бы, там уже смотрите сами. В общем, да. Так, ну, супчик готов с вкусными пушистыми фрикадельками, сделала все так, как нужно, с водой, все как положено. В общем, суп очень вкусный. Завтра будем кушать с утра и вспоминать вас. А также вот оно, вот оно, мяско, картошечка, и вот уже я тут тормозок сложила, в общем, грибы, господи, здесь был остаток грибов, но я уже его слопала, очень вкусные получились, вот сок с мяса и грибы в нем протушились, ох, это просто вот что-то божественное, короче, вот такая вот вкуснятина. Все приятненько. Грибы 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 грибы